Христа Христа Дорогие друзья, ну, позвольте вам представить, значит, молодых жениха и невесту. Вот, перед вами находится вот брат наш, член церкви Шоков Яков и сестра наша Агапова Инелла. Посмотрите на них, такая красивая молодая пара, да. Вот, мы, конечно, благодарны родителям, которые вырастили до этого момента, да, и мы их тоже представим вам, это родители жениха Шока Вениамин и Татьяна, мама, и Агапова Андрей, Галина. Ну, представьте, да, правда, вас все знают, вот, вы особо, скажем, занимаете место в церкви, да, и мы видели ваших детей, вот, когда они еще маленькие были, да, и вот они выросли в наших глазах. То есть, благодарим, что вы их воспитали в таком христианском духе, и особенно дорого то, что они хотят создать христианскую семью. Да, вот, для этого давайте попросим благословения у Господа на предстоящие бракосочтания. Это праздник для нас. Встанем, попрошу вас. Господи, мы благодарим Тебя за молодых людей, за Якову, и также благодарим Тебя за сестру Инеллу. Господи, слава Тебе, что они решили соединить жизни свои. Это естественно, это Твой институт брака, Господь. Ты создал человека и повелел, Господь, поступать так в жизни своей. Благодарим Тебя за их совершеннолетие, что они достигли этого возраста, Господь теперь желает получить Твое благословение пред народом. Верим, Господь, и с нами мы призываем Твое имя на этот праздник, имя Твое для прославления. Через это Бог наш, Отец и на Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, но вам придется постоять. Я что хочу сказать, напомню просто, что это установление Божье. Это не есть часть, ну, как говорят, культуры, такой многогранной человечества. Ну, там люди, конечно, когда-то люди были дикие, жили, как вот, знаете, вот, ну, животные. А потом они оккультурились и пришли к пониманию, что вот надо вот так жить, семьи создавать и так далее. Нет. От самого начала сотворения Бога, когда Бог сотворил, мужчину и женщину, написано, он их благословил. Мы читаем первые книги Библии, да, благословил. Ну, и дал им там повеление, поручил, вот, и объяснил, поручая, что это за институт брака и для чего. Знаете, я бы хотел прочитать место одно. Это известное место, 19 глава Евангелия от Матфея. Вот, буквально прочитаю два стиха, даже не полных два. «И сказал, то есть Христос, посему оставит человека от своей мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Вы знаете, для мира, наверное, это странно слышать. Они часто зададут вопросы, что это означает. Знаете, я бы начал рассуждение над этими стихами, вот, а это был ответ Христа на вопрос фарисеев о разводах. Можно ли это делать по всякой ли причине, да. Я вот, что хочу задать всем и себе вопрос. Чем отличается христианский брак от обычного, то есть от светского? И те, и другие встречаются, нравятся, влюбляются друг в друга, создают семью и идут, скажем, вот, в город, да, узаканивают, чисто юридически, да, чтобы быть ответственны друг перед другом. Мало ли что может в жизни случиться. Делают брачный пир, приглашают родственников туда, да, вот, ну, как и дальше, это будет сегодня все продолжаться. Вроде бы они, ну, какая разница между вот христианским и обычным таким светским браком? Знаете, я не хочу осуждать, вот, скажем, ну, светские браки. Я жил рядом с соседними, это люди были неверующие, ну, как нет, православные. Они прожили всю жизнь вместе, и я хочу сказать, свидетели, они просто дорожили друг другом. Знаете, они всегда были вместе, дети у них были, ну, правда, у них немного детей, но очень воспитанные. Они получили высшее образование, ну, вроде, с внешней стороны, ну, нечего сказать, там, к чему-то предаться, сказать, вот, у вас не так, как у нас, и так далее. Но все-таки, вот, я хочу обратить внимание, знаете, вот, в замысле Божьем присутствуют три вещи или три функции, которые озадачены, и, можно сказать, вот, именно, чем функционирует христианский брак. Да, первое – это влечение, на что я хотел бы обратить внимание. Вот, Бог сказал первой про маме нашу или про бабушке, сказал, влечение твое к мужу твоему. То есть, ну, знаете, это вот приходит возраст такой. Вот, когда дети, они об этом не помышляют, там, не приглядываются, не ищут себе подобную пару, кого они там любят, с кем не хотят всю жизнь связать. А потом появляются особые чувства такие у человека. Он вырастает, вот так Бог устроил человека, и начинается поиск половины. И так же и она, и девица, она тоже смотрит. Ну, никто попал, ей нравится. Вот, как-то, находит такого человека, может, там, молится об этом, как и он молится. И потом приходит к такому пониманию, что они, как бы, созданы пред Богом для друга, да. Второй момент, на что я хочу обратить внимание, это деторождение. Это, знаете, заложено в человеке, вот, он отличается от всего животного мира. Вот, там, не просто какие-то инстинкты, а вот, знаете, ну, в душе подспудного человека, когда приходит время, они сами выросли в семьях, видели своих родителей, братьев, сестер имели, они, знаете, счастливая участь человека. И, как Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Вот это, знаете, ну, приходит в свое время к каждому человеку, да. Я не хочу сказать, что если кто не женился, они имеют детей, они несчастные, у них другая цель, или полагание у Бога к этому человеку. Но, в любом случае, когда люди встречаются, создают семью, это дети, конечно, дети, да. Я много раз слышал, даже когда люди молодые живут без детей, там, ну, как говорят, что-то шероховатости, там, притираются характером друг друга. Знаете, бывает даже катастрофическое какое-то положение, но стоит прийти в семью ребенку, и это начинает их объединять. Они больше любят, больше прощают друг друга. То есть, так Бог заложил, вот, скажем, вот в чувства, что ли, вот, или, как говорят, психологию человека, да. Ну, и потом, и при том самое главное, о чем мы прочитали сегодня, это одноплодие. Вот, знаете, вот этим и отличается христианский брак от обычного брака. Однако, вот, мы с вами прослушали этот текст, что так случается, да. То есть, вот эта, вот, скажем, функция, она выходит далеко за рамки плотских отношений. Вот первые две цели, которые мы обозначили, нельзя назвать христианским браком, если только они присутствуют, без третьей, вот, основополагающей такой, знаете, вот, функции вообще в человеческом, в христианском браке. Они тоже присутствуют, это Бог создал человека так, но самое главное – это вот, ну, объединиться вот в этом душевном порыве, в чувствах, вот, духовных таких чувствах друг к другу. Знаете, я хочу, к сожалению, сказать, да, мне приходится как служить или участвовать там, где-то разбираться, кого-то мирить и так далее, и так далее. Я думаю, что он, ну, вынужден согласиться с тем, что, бывает, не происходит вот этого, понимаете? Вот обратите внимание, Господь, когда отвечал на вопрос фарисеев, он здесь не имел в виду, знаете, ну, как влечение там, да, он об этом не говорил, хотя мы понимаем, без этого не бывает брак. Он не говорил там о деторождении, что вот надо детей там вам нарожать, нет. Он сказал, когда ему поставили конкретный вопрос, почему люди разводятся, он сказал, они не соединились, так не должно быть. Они должны духовно, душевно соединиться и стать одной личностью, одним человеком. Ну, я понимаю, что при жизни мы же все время, ну, как бы, бываем с каждой со своим характером, прочее, прочее. Ну, мы немножко об этом дальше поговорим, да. Да. Вот в учении Евангелия, вот, и есть, ну, такое понятие слова любовь. Ну, вы спросите любого молодого человека, ну, можно было Яшу там или Неллу Добрака спросить, что это такое. Ну, он, наверное, или он расскажет, как они это понимают. Есть это чувство, да, и в мире оно есть, и это в лечении, прочее, прочее. Но, что сказал Христос? Он подразумевает, что в учении Евангелия слово любовь, вот, в отношении супругов, ну, как Бог понимает, знаете, применяется, как, ну, понимание такое агаты, как, ну, это богослов уже там разворачивает, любовь, свойства и так далее. То есть это любовь не просто земная человеческая, а любовь жертвенная. Это, конечно, гораздо выше плотской любви. Я не раз слышал, когда на сочетании, ну, один брат там сочитал, говорит, я вас не буду спрашивать, любите вы друг друга или не любите. Вы влюблены сегодня друг в друга, да. Но пройдет время, пройдут трудности в вашу семью, и вот тогда даже спрашивать не надо, я сразу увижу, любите вы друг друга или нет. Ну, это, Яша улыбается, это возвышенное чувство, это дальше больше с опытом, это родители могут вам рассказать, когда они уже все это, ну, большей части пережили, они вам скажут, что это такое вот эта возвышенная любовь, любовь жертвенная, да. Вот это главная функция брака, вот, конечно, как я сказал, не отменяет вот и другие целеполагания, допустим, брак и чувства, которые Господь дал человеку, да. Ну, вот это все-таки любовь у нас становится выше. Вот я думаю, что, к сожалению, многие люди это не понимают и встречают трудности, вот, будучи, оставаясь эгоистами, может, такие плоские только желания друг к другу там, и они ожидают просто друг от друга что-то, они не выдерживают этого, да. Мы знаем, статистика ужасная такая в мире, вот, но мы счастливы и понимаем, что Господь вас соединяет, мы об этом будем молиться, да. Значит, мы часто вот сегодня, я замечаю, вот даже среди братьев, где-то едем в беседе, даже как-то насмехаемся над консерватизмом прошлых поколений, да. Ну, вот, я думаю, что именно жертва любовь христианских семей помогла им, знаете, быть верными друг к другу до вечности, да. Мы знаем много случаев таких, когда мужа с женой против их воли разъединяли на многие года. Ну, кто бы это выдержал в мире? Там некоторые, знаете, в армию человек уходит, вот, и уже там какие-то возникают трудности, там, вот, долго придет, не придет и так далее. Да, и вот мы знаем, что наши родители, там, братья наши, они, и это только благодаря вот этой любви, вот этому душевному, духовному соединению, что они одно, не понимали, что это так, да, надо как-то с этим смеяться, молиться и просить Бога, да. Вот, если мы не понимаем, это трагедия, конечно. Конечно, я понимаю, что человека и внешне привлекает, и он старается, конечно, убежать от каких-то там помыслов греховных и так далее, вот, но это гораздо легче переносить, когда вот именно вы будете озадачены такую любовь от Бога получить, да, вот, чтобы стать одним человеком, как бы одной плотью, одни мысли иметь, согласие во всем. Знаете, я так, ну, если вот объяснить чисто практически, вот, ну, я допускаю такую мысль, мама что-то говорит дочери своей, слушай, ты мне поважай, вот, ты давай вот так, а дочери говорит, мам, знаешь, оставь, это мой муж. То есть человек принимает, ну, может, даже какое-то недоброе слово, мнение, как к себе принимает, понимаешь, так же и Яша, тоже. Насколько бы тебе не были дорогие родители, ну, я знаю случаи такие, ну, в вашей семье, в другой семье, когда, ну, мамы пытаются отстоять какие-то права в семье детей своих, да, и дети соглашаются, так он согнется, маму слушает, ну, мама сказала, жена ему говорит, слушай, ну, мы же семью создали, мы же вместе, мы же одно, ну, ты знаешь, вот, я не хочу маму и папу, не должно этого быть, все. Вы, и разумные родители никогда не будут мешать таким чувствам, такой любви, наоборот, будут создавать, скажут, знаешь, что, иди, это твоя семья и твой муж, или, наоборот, иди, это твоя жена и твой муж, идите, миритесь там и так далее, живите вместе. Ну, это, так, может, грубо, да, может, не как философски, если по-богословски, но, тем не менее, это признаки того, что люди действительно соединились. Христианский брак – это духовное партнерство, никак не меньше и не больше. Дело в том, что Бог говорит о подчиненности, но вместе с тем Он говорит и о равенстве вашем. Ему одинаково дорого, ее душа, твоя душа, она вас смотрит, как на искупленную его кровью душу, да, и Он не терпит, когда вы будете друг другу, там, ну, что-то немирно жить, там, что-то, там, говорить плохие слова и так далее. И это для Него, он расценивается с точки зрения дорогой души, которую он купил дорогой ценой. Мужчина и женщина одинаковые для Бога, но для совместной жизни здесь, для порядка. Вот как и в церкви существует порядок Богом, установлен, там, глава, там, есть служителя, там, есть, как Христос называет, овцы, которые следуют за Ним, да. Так вот и в семье. Он установил, он говорит, что ты глава семьи, мы об этом прочитаем, правило такое, возьмем со слова, вот, что вы согласны жить по этим принципам, вот, и вместе с тем, за этим порядком, я еще раз хочу напомнить, есть, говорит, буквально такое, ну, понятие, как равность, или равенство при подчинении. Вы должны всегда об этом помнить, вот, и это говорит о чем? Это говорит о том, что все трудности, то есть у вас не должны быть поделены в семье, скажем, труд определенный. Я понимаю, что муж – это добытчик, вот, написано, он так должен, ну, как, обеспечивать семью, жена – это отчага, это домохозяйка, ну, если есть возможность, там они находят нужным, и у них есть такая возможность, вместе там создают какую-то финансовую базу для своей семьи. Но когда уже есть ответственность, когда есть дети, конечно, вы должны понимать, что вы ответственны за них, да, и поэтому вы как-то должны распределить роли. Что касается мелочей всяких, там, допустим, это не мое дело, там, посуду помыть, это не мое дело, там, мусор вынести из дому, это свое дело и так далее. Вот, конечно, это не есть жертвенная любовь, да, это есть, как я уже вначале сказал, ну, не произошло этого, вот, чтобы люди понимали, что они одно, вот, и нет никакой разницы, что тот или другой делает. Ну, если, ну, если здесь, ну, как говорят, нет опять какой-то хитрости такой, да, когда, там, муж где-то работал на работе, вот, ну, наверное, мамы, сыновей меня поддержат, да, жена говорит, что я устала, вот, на тебе ляльку, вот, нянь чего-то, я, ну, она сама целый день дома была, а муж там где-то тяжело работал и так далее. Вот, опять-таки, если, если у вас произойдет вот это вот соединение, вот это жертвенная любовь, такого не может быть в семье. Всегда она, как один брат говорил, еду на собрание, с работы прибежал, опаздывал, мне надо проповедовать, я, говорит, преклонился, зашнуривая свои ботинки, она мне там, ну, какую-то пищу в рот на ходу, как бы, нахуй поешь, чтобы ты голодный не пошел туда. Ну, это признаки, конечно, такой любви, да, такого согласия в семье. Вот это партнерство духовное, нет разделения такого труда особого, хотя, ну, по-человечески, вот, ну, понятно, по физиологии нашей разный труд у мужчины и у женщины, в семье, может быть, и на работе, и так далее, ну, не знаю, как вас, мне всегда претело, когда я вижу женщину на дорожных работах, в робе с кайлом стоит там, да, или, или там на траке, там, знаете, день и ночь летит, зарабатывает для семьи. Ну, я не осуждаю, но внутренне, как-то, знаете, дискомфорт чувствую, когда это вижу. Я все-таки думаю, что женщина, она и физиология такая должна выполнять женскую работу, да, а мужчина должен выполнять мужскую работу. Ну, мы живем в таком мире, вот, в такой стране, где тут даже борются за равные права, говорят, нет, почему? Я должна не меньше его получать и так далее, да, и из этого даже бывают такие бытовые ссоры у людей. Христианский брак подразумевает, вот, как я сказал, так же и деторождение. Вот, почему? Потому что это есть единение двух сердец, я напоминаю. Это не потому, что там, ну, где-то люди разговаривают, оно, в принципе, почему получается в семье вот такая любовь, единство, вот, когда оба, муж и жена, имеют страх Божий, любят Слово Божье, они знают, ну, принципы брака, что Бог хочет от них, знает, понимаете, тогда там нет никаких трудностей в этом вопросе. Это отдельная тема, там, сегодня очень много споров, там, по планированию семьи идет и так далее, вот, ну, вот, люди, которые боятся Господа, для них все ясно. Как вот для святого понятно, что значит свято или прилично одеваться. Если человек, ну, не стремится к этому как-то, он чем-то, сердце его нагружено другим, ему трудно объяснить. Так и в христианской семье трудно объяснить, хотите ли детей или нет, да. Вот, если у вас есть страх, такое понимание, вы обязательно решите без всех советников этот вопрос, да. Поэтому, вот, все три назначения брака, хоть они и различны между собою, но должны выделяться и согласовываться между собой, обязательно. Нельзя убрать в сторону, скажем, от единства там, ну, какую-то любовь между, там, скажем, семьей, между мужем и женой, да. И нельзя, допустим, там, как-то противиться Божьему становлению по поводу того, что брак это, знаете, там, ну, как бы, само собой предполагает рождение детей, да. Но, как я сказал, и нельзя, конечно, это самая большая трагедия, если, допустим, случится так, что не произойдет такое единство. Вот, бывает, я еще раз говорю, к сожалению, и сегодня очень много об этом говорят, ходят, там, дают советы, да. То есть, отвечая на вопрос фарисеев места Христа о разводе, Христос убедительно показал на главную сущность христианской семьи. Мы вам это желали. Вот самое главное, что я хотел бы сказать, чтобы вы прилепились и были двое-одноплодь. Если это случится, это будет радость вашим родителям, это будет честь в любой церкви, потому что церковь поместная состоит из христианских семей. Вот, и это и раньше понимали люди, что разрушить семью можно разрушить не только церковь, государство целое. Да, и там, где неправильно понимаешь, там, где изгоняется Бог, там, ну, просто нравственный кризис в любом государстве, тем более в любой семье. Поэтому, дорогие наши, вот желаем вам, запомните ответ нашего Господа, на что я обратил, ну, самое главное внимание обратил ваше на то, что Господь желает, чтобы это произошло и в вашей семье. Это главная вот мысль, которую я хотел вам сегодня сказать. Знаете, есть и долг друг перед другом, как сказал, вот, подчинение, да. Вот я хочу их зачитать, а потом спрошу вас, а вы дадите, ну, свой ответ, согласны с этим и согласны. Это не мое, понятно, это не как католический какой-то церкви, где придумали их, это в Слове Божьем написано, я напомню эти места. Ну, что сказано, Яков, к тебе, извиняюсь, мужья должны любить своих жен. Колоссинам 3,19 написано. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Любя свою жену, человек, ну, как бы показывает, что он любит самого себя. В Ефесе 5,28. Ну, я не все комментирую, там, невестик, да. Мужья, обращайтесь с женами, как с немощным сосудом, оказываем честь, как со наследницем благодатной жизни. Еще раз хочу сказать, без понимания того, что вы должны обрести пред Богом. А как это может быть? Ну, если вы, как я сказал, понимаете, что руководством вашей жизни, конечно, Слово Божье, принципы божественных брака, ну, и молитва, конечно. Много значений молитва, благословения, да. Не забывайте об этом, только тогда может произойти такой процесс, да. Ну, и понятное дело, что Бог предупреждает, чтобы мы... Ну, каждый муж должен иметь свою жену. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Павел Каринтин пишет, 7,3. Яш, я думаю, ты сын верующей семьи, ты, наверное, не раз слышал бракосочетание, да. Ты знаешь, что это действительно написано вот в эти места, мы их не будем перечислять дальше. Вот, я думаю, даже если ты вот это исполнишь или, ну, как бы, дашь слово пред Богом, пред молитвой благословения, что именно ты так намерен поступать в семье, уже будь Божья благословена собой, да. Поэтому, вот ты слышал здесь, мужья должны любить своих жен. Ну, а какой любовью? Мы уже говорили об этом, правильно? Жерственной любовью должен, да. И если так случится, ничего не может быть, ну, каким-то препятствием или, скажем, какими-то моментами разрушения вашей семьи. Вот, постоянно будешь помнить, любить, постоянно думать о ней будешь, тогда никакие мысли не могут поселиться в сердце у человека. Только стоит не бодрствовать, приходит все к нам, да. Поэтому я бы хотел тебя спросить перед родителями, перед церкви, перед Господом, он здесь присутствует. Согласен ли ты в твоей жизни руководствоваться такими, ну, евангельскими, библейскими принципами, вот, как глава семьи, как муж, вот, которому Бог поручает большую такую ответственность, слушай, он себя спросит. Вот, я бываю в семье, она говорит, да вот он это, вот он так, вот так, говорит, знаешь что, ты должна повиноваться ему. С тебя не спросят. Вот даже ты что-то пойдешь за ним не туда, Господь помилует, простит, а с него взыщет, если он неправильно поступает. Твое дело подчиняться, вот, мужу своему, чтобы не было беды какой-то в семье и так далее. Ну, конечно, есть такие моменты, когда человек стоит перед выбором, отдать Божье кесарю, как вот Господь предупреждал, чтобы это не делать, или не отдать. То есть в вопросах веры. Он единственное, над чем не может владеть над тобой и повелевать тебе, это над вопросом веры вот в Бога, своей внутренней душевной веры. Если он скажет, знаешь что, давай не будем веры, не будем ходить в собрание, ты не должна здесь подчиняться ему, потому что это вопрос спасения. Что касается там устройства, там, что поставить, что купить, куда, ну, он для тебя глава, ты должен понимать. Итак, Яков, ты согласен, вот, руководство с этими правилами в жизни своей, как глава, как муж, ну, семьи своей будущей, уже скоро. Согласен, говорит, слышали? Слава Богу. Для тебя, сестра, жены должны любить своих мужей, да, ну, своих, я написал, своего, переправил немножко, вот, титул 2.4, там написано, чтобы, ну, вразумляли старцы, старицы, вразумляли молодых, любить мужей, любить детей. Это очень важно. Я понимаю, что, ну, говорят, мужчины больше глазами любят, да, но в любом случае, вот, христианская душа, если мы говорим о единстве духовном, душевном, она тоже хочет замечать, что ты его любишь. Если ему дорого будет, да, да, мне надо, может, ему там лишний раз там что-то там убеждать в чём-то, а вот делом. Просто он сразу это заметит, как, впрочем, и жена тоже заметит. Значит, слова ничего не значат, там, даже самые хорошие, даже цветы, но раз, ну, не говорят о том, что она хотела бы видеть в мужа. И наоборот, да, имейте в виду. Бывают люди такие негодные, цветы дарят, ну, по сути дела, они такие непорядочные. Жёны должны уважать своих мужей. Каждый из вас любит свою жену, как самого себя. А жена, да, боится своего мужа. Ну, есть, конечно, понимание, как в церкви, я уже напоминал, есть порядок определённый. Так Бог хочет. Не потому что мне кажется, что я умею кого-то, я должен вот, ну, вот так буду поступать и так далее. Всё-таки есть порядок. Его Господь установил. И если противиться этому порядку, то, понятное дело, может наказание последовать, там, снятие благословений из семьи, из церкви. То есть надо соблюдать. И вот, ну, здесь это безоговорочно, без всяких обсуждений, как одна, говорит, у меня муж такой, он, ну, как бестолковый даже выразился, поэтому мне приходится командовать. Вот, знаете, я думаю, это просто желание власти для человека, не столько это так, да. Если даже он как-то где-то что-то, ну, не инициатор чего-то, можно просто ему на ухо подсказать, ему понравится, и она головой остаётся в семье. То есть надо разумно поступать. Жёны должны уважать своих мужей, да. Каждый из вас, да, любит свою жену, как самого себя. Жена добоится мужа. Вот, ну, не животным страхом, конечно, мы понимаем. Там, разве муж любящий станет, там, ну, как-то, знаете, делать что-то неприятное, больно для супруги, там, и так далее. Вот, а бояться в том смысле, просто бояться Бога и соблюдать в семье порядок. Жёны должны повиноваться своим мужьям, да. Ну, где-то за ним, как, я помню, Франц Гергадыч говорил, что он в одной семье, там, знаете, вот, ну, муж такой степенный, он, знаете, он, ну, не вспыльчивый такой, как, бывает, так, кричат даже, там, по столу стучат, там, где-то возьмут, там, чтобы успокоить жену, чтобы она согласилась с ним, да. Нет, конечно, это недопустимо, вот, ну, всё-таки он как-то рассказывал в одной семье, говорит, он не стучит по столу, он просто говорит, супруга, или там, ну, скажем, там, Надечка моя, знаешь, что, давай договоримся, будет так, как я скажу. И она, раз, ей бы хотелось бы, чтобы тоже в ответ закричать, не получается. И она согласилась, да. Всё-таки правильно это, да, жёны должны поминаться мужьям. То есть, здесь даже аллегория на церковь, стоит только церкви не поминоваться, как Израилю, Богу, закону Божьему, и всё, и война, как Девора, говорит, у ворот, и разорение, и плен, и так далее. То есть, Бог не терпит, вот, но он понимает, что они не выше его, не умней, они не могут его мудрость заменить человеческой. И то, что нас требует, это посильное, и он считает справедливой, и по-другому никак не согласится, как и в семье. Ну, такое вот твое положение в семье, да, должна поминоваться ему. Жёны, поминуйте, чтобы те из них, которые, ну, мужьям, которые не покоряются слову, без слов приобретаемы были. Вот здесь мудрость. Вот я считаю, в этом стихе есть такая мудрость, вот, ну, без хитрости всякой, вот, ну, смирений, уступи. Где-то, я не знаю, вот, ну, пойти, вот, даже, ну, даже зная, что может быть, ну, бывает же так мудрость, какая-то земная, что вот, я думаю, что вот так бы лучше было. Ну, раз он хочет, ну, пусть так будет. Даже когда придёт время, он поймёт, скажет, слушай, ты была права. Но если сказать ему, а-а-а, что я тебе говорила, и опять мира не будет. А если так, знаешь, ну, да, да и ты хорошо говорил, и, ну, так получилось, ладно, там, как-то, и всё, и опять любовь и мир к себе, да. Поэтому пусть Господь тебя благословит. Я хочу задать тебе точно такой же вопрос. Ты, вот, согласно, вот, ну, без, скажем, там, обсуждений, там, вот, всё-таки довериться Господу, и вот строить, ну, принцип вот такой в семье и положении, правила, которые предписывает тебе Господь, как супруги. Согласен? Молодец. Я так и думал, что так ответишь. Надо тебя родители научили, да, и ты сама так дошла, да. Сама, молодец. Слава Богу. Ну, что ж, друзья, давайте тогда подайте правые руки друг к другу, и хор споёт двое ус или двое рук. Слава Богу. 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 Помните об этом. Давайте будем молиться. Я попрошу. Слава Богу. Слава Богу. Благодарю. Кто помогал. Боже, Боже. Благодарю за все. Благодарю за все. Аминь. Иди с ними по жизни. Пусть имя Твое. Пусть имя Твое будет прославлено за все. Наш вечный Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Отец мой Небесный, я благодарна Тебе за то, что Ты Бог мой, за то, что Ты слышишь молитвы мои, за то, что Ты подарил мне спасение, Господи. Благодарю Тебя за семью, которую Ты подарил мне за мужа, за детей, Господи. Благодарю за Инелочку, что Ты когда-то послал нам ее к Господе. Благодарю Тебя теперь за то, что Ты соединяешь Яшу и Инеллу, Господи, за то, что Ты посылаешь им любовь. За то, что ты благословляешь, Господи, прошу тебя, благослови, помоги, чтобы они прежде всего были послушны Тебе, чтобы они любили Тебя и жили по слову Твоему, Господи. Благослови Яшу, помоги ему быть священником в доме своем. Благослови Нелочку, пошли, чтобы она была верной помощницей ему во всем, Господи. Пошли им мудрости, помоги, чтобы они всегда во все дни жизни своей уповали на Тебя и добирались Тебе во всем. Просим, Господи, благослови их, пребудь с ними, нас благослови, помоги славить Тебя, нашему любящему Богу, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Бог мой, Отец мой Небесный, при Тобой я стою, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты Бог мой, что Ты Спаситель мой, Господь. Слава Тебе. Благодарю Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа. Господи, я благодарен Тебе за все Твои милости, за все Твои благословения, за мою семью, за всех моих детей. И сейчас, Господи, особый момент в жизни наших детей. Господи, стоя пред Тобой, я понимаю, что все от Тебя, и Тобой, и все, и все для Тебя. Господи, я у Тебя милости прошу. Прошу у Тебя, Господи, святого благословения. Прошу, Господи, чтобы Ты Сам возложил Свои святые руки на них, Господь, и благословил их. И как им было сказано, Господи, чтобы они были съединены духовно, чтобы Ты была, Господи, единой, Господи, семья. Господи, я прошу милости у Тебя и благословения. Господь, я прошу Тебя, благослови Нелочку. Благослови, чтобы она была мудрой женой, Господь, верной супругой. Благослови, чтобы, Господи, она управляла домом Своим, так как написано в Слове Твоем, Господи. Я прошу Тебя, Господи, благослови ее милостью Твоей. Благослови, чтобы она любила Яшу, Господи. Чтобы это была примерная семья. Господи, благодарю Тебя, что в нашу семью Ты даруешь нам еще одного сына, Господи. Слава Тебе. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил Яшу. Благослови, Господь, милостью Твоей, богатством благости. Господи, чтобы он был мужем по сердцу Твоему. Чтобы он имел страх Твой перед Тобой, Господь. Чтобы они вместе, Господи, имели страх Твой. Господи, прошу Тебя, благослови. Пусть благодать, милость и мир Твой будет над ними. Господи, благослови их, чтобы во все дни жизни они пребывали в Доме Твоем, чтобы они служили Тебе, чтобы их жизнь, Господь, это была жизнь, Господь, посвящение Тебе, и тогда, Господи, чтобы они могли исполнить то, что Ты для них предназначил в их жизни. Боже мой, я прошу Тебя, благослови милостью Твоею, и как Отец, Господь, я именем Твоим благословляю своих детей. Господи, пойди с ними, возьми их за правую руку и доведи их, Господи, до небесной отчизны. Господи, если Ты даруешь им детей, благослови, Господь, чтобы они всем домом Твоим служили Тебе и поклонялись Тебе. Благослови, Господь, я благодарю Тебя и за родителей, которые воспитали Яшу, Господь. Помоги, Господи, нам всем вместе, Господи, прославлять Тебя, Тебе единому, великому, премудрому Богу. Я возношу славу, честь и поклонение, отсутственный Духу Святому. Аминь. Любящий мой отец, я так благодарна Тебе, Господи, за все, что Ты дарил во мне жизни, Господи, до сего момента. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты самое главное даровал мне это спасение, Господи, эту надежду, Господи, жить вечно с Тобой, Господи. Я благодарю Тебя, что Ты послал Сына Свою, Господи, который очистил мою душу, Господи. Слава, слава Тебе, Господи. Я так благодарю Тебя, Господи, что Ты так меня благословляешь во всем, Господи, так недостойно этого, но, Господи, по Твоей любви Ты это даруешь, Господи. Я благодарю Тебя, что Ты послал меня, Господи, в верующую семью, Господи, что я родилась в верующей семье, Господи, что мама с папой, Господи, они так воспитали, Господи, что я теперь, Господи, люблю Тебя. Слава Тебе за это, Господи. Я прошу Тебя, Ты благослови, Господи, меня с Яшей, Господи, Ты знаешь нашу жизнь, Господи. Я прошу Тебя, Ты пребудь с нами. Благослови, Господи, Яшу, чтобы он был священником семьи, Господи, чтобы все хорошо всегда было, Господи, по милости Твоей. Я прошу Тебя, Господи, благослови меня, Господи. Самое главное, чтобы я повиновалась, Господи, чтобы я была послушной, Господи, чтобы я была помощницей мудрой, Господи. Я прошу Тебя, благослови, дай мне силы себя, Господи, помоги мне, Господи. Я прошу Тебя, благослови нас, Господи, благословением Твоим, Господи, который обогащает, Господи, печаль не приносит. Господи, я прошу Тебя, благослови, я также прошу Тебя, Господи, если Ты послешь деток, благослови, Господи, чтобы они так же ходили в Слове Твоем, Господи, чтобы мы могли быть хорошим примером всегда, как родители, Господи, и нас привели в церковь, Господи, я прошу Тебя, благослови нас, я благодарю Тебя за все, Господи, и также, что, кто помогал, Господи, чтобы это все прошло хорошо, Господи, я прошу Тебя, Ты благослови, остаток этого дня. Помоги мне всегда, благодаря Тебя во всем. Благослови нас. Аминь. Дорогой Господь, я Тебя благодарю за этот день, за то, что Ты благословлял, за то, что проявлял столько милости ко мне, Господи. Слава Тебя за моих родителей, которые с детства привели меня сюда, Господи, в церковь Твою. Господи, одно хочу Тебя попросить. Это Твоего благословения на наш брак. Благослови, Господи. И если пошлешь детей, Господи, помоги, Господи, воспитать их в страхе и в трепете, чтобы они ходили пред Тобой. И будь за все прославлен. Мой Бог. Аминь. Аминь. Хор Божий председатель. 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 Отец Небесный! Мы верим, что эти молодые люди в этот праздничный час пристали пред Тобою. Господи, Ты слышал молитвы родителей, слышал их молитвы, трепет, желание получить Твое благословение на совместную жизнь. Будь милостив к ним, благослови их. Твое благословение обогащает человека. И мы верим, Господи, что слышали желания, молитвы. Они дали слово пред Тобой жить и руководствоваться теми правилами, положением, которые Ты предопределил через апостола Павла Духом Святым. И они желают Его исполнить свою жизнь. Они обещали быть верными до конца друг перед другом и пред Тобою. Господи, они призывают Тебя в свидетели. Они желают получить благословение на семейную жизнь. Господи, помоги им, Господи, им нуждаться и в земном, иметь очаг свой, Господи, семьи, детей, здоровое потомство. Будь милостив, услышь и благослови их и этим. А также помоги, чтобы они оставались памятные о том, что они должны служить и жить для Тебя на этой земле. Для этого дай им мудрости, страха Твоего, наполни, Господи, их дом чувствами, желаниями, всегда помни Тебя, Господи. И дай им мудрости воспитать своих детей для славы Твоей. Я знаю, что Ты дашь им больше, чем мы способны просить, поэтому уповаем на Тебя, призываем Твое святое имя, Твое благословение на этих молодых людей. И слава Тебя за это, Господь, ты отвечаешь и слышишь молитвы народа Твоего. Аминь. Братья и сестры, объявляй их мужем и женой, что Бог сочетал того человека, да, не разлучает. Пожалуйста, поприветствуйтесь и хор поздравит. Извиняйся. Братья и сестры, объявляйся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Я думаю, родители, наверное, первые подойдут поздравить своих детей, потом все родственники, друзья. Ну, официальная часть закончена, да. Пожалуйста. Спасибо. На пир, да, проходите туда. После того, как поздравите, как пожелаете. Спасибо. Спасибо.